Здравствуйте, в эфире выпуск новостей в студии Ирина Минаева. Сотрудники милиции задержали мужчину, который подозревается в убийстве трех человек. 42-летний одессит, ранее неоднократно судимый, с целью ограбления проник в частный дом и убил хозяина, оказавшего ему сопротивление. А позже признался в двойном убийстве мужчины и женщины в Балтском переулке. 17 июля на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что в частном доме на улице Шкодовая гора убит 44-летний мужчина. Жена убитого рассказала милиционерам, что около 4 часов утра в их жилье через форточку проник неизвестный в маске. Женщина позвала на помощь мужа. Сон в схватку с незваным гостем, но силы оказались неравными. Злоумышленник выхватил нож и нанес более 10 ударов хозяину дома. Жена, пытаясь спасти свою вторую половину, вазой несколько раз ударила обидчика по голове. После этого преступник сбежал. Однако своего мужа женщине спасти не удалось. От полученных ножевых ранений он умер. Правоохранители незамедлительно ориентировали все больницы города и попросили персонал сообщить в милицию, если за медицинской помощью обратится мужчина с характерными травмами головы. Расчет был уверен. Уже вечером оперативники в одной из клиник задержали подозреваемого. Поступило сообщение о том, что по улице Шкодовой произошло убийство в частном доме. Сотрудниками милиции было проведено ряд следственно-оперативных мероприятий и уже вечером вышли на подозреваемое лицо. Как оказался им одессит 72-го года рождения. Указанный гражданин дал признательное показание. Также в ходе следствия было установлено, что данный мужчина в феврале месяце в частном доме по адресу Переволк-Балский совершил двойное убийство мужчины и женщины. В настоящее время по данным фактам открыли уголовное производство по признакам части 2 ст. 115. Задержанный рассказал, что в феврале он встретился со своим товарищем и они решили выпить. В процессе застолья между ними возник конфликт на бытовой почве. После словесной перепалки оппоненты разошлись по домам. Уже у себя дома мужчина изрядно, приняв на грудь, решил нанести визит приятелю домой, чтобы продолжить разбирательство. Как аргумент он прихватил с собой кухонный нож, а лицо, как и в первом случае, закрыл маской. Под покровом ночи обидчивый друг разбил оконное стекло и проник в дом. В это время хозяева спали. Сначала мужчина расправился с приятелем, а затем и с его женой. От полученных множественных ножевых ранений 46-летний мужчина и 47-летняя женщина скончались. Открыто уголовное производство, зоумышленное убийство, подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение. Использование интернета как арены для громких политических заявлений уже никого не удивляет. Министры и высокопоставленные чиновники, распоряжения и назначения сначала печатают в фейсбуке, а потом на официальных сайтах. Именно так и поступил губернатор Игорь Палица. В свой выходной день, уведомив пользователей, что, цитирую, с понедельника начинаем забирать в госсобственность межрейсовую базу моряков ЧМП. Очень страшно, все-таки Кивалов же. Далее следует игривый посткриптум. Шучу, совсем не страшно. Киваловская пресс-служба ответила на полном серьезе, намекнув на недосып Палицы в связи с возможным увольнением. Грубо и без соблюдения приличия объяснили, что Кивалов базу вот так просто не отдаст. Председатель АГА тоже без обиняков, по сути, обвинил почетного академика в отсутствии патриотизма, сославшись на статью народного депутата Украины о возможном принятии Конституции Одессины. В статье Сергей Кивалов, в частности, настаивал на том, чтобы Одессина была наделена, цитирую, исключительным правом на регистрацию любых операций с недвижимостью, землей, в территориальных рамках автономии. Именно этот пассаж вызвал наиболее ехидную реакцию губернатора. Дескать, кто о чем, а Кивалов о земле. В ответ статья почетного президента Юрокадемии была классифицирована его сторонниками как всего лишь размышления. Следующий ход пока не сделан. Примечательно, что нашумевшая статья Сергея Кивалова была удалена с большинства ресурсов ее разместивших и вполне может считаться таким себе интернет-раритетом. Чем продолжится история о том, как поссорились Игорь Петрович с Сергеем Васильевичем в Фейсбуке и какой вывод из этой истории стоило бы сделать Одесситам сразу после новостей Игорь Розов в программе «Центре внимания». Что касается объявления через Фейсбук о намерениях губернатора, то, безусловно, будет интересно наблюдать за борьбой дуэта палец Акивалов. Знаешь, что некоторые сейчас запасутся, как говорится, попкорном и будут просто наблюдать, кто же победит. Но я думаю, что всем нам, Одесситам, стоит выступить в роли контролеров. Контроль должен быть установлен над тем, не расходятся ли у Игоря палец слова с делом. Контроль должен быть и над тем, кто из новой власти или львущихся сегодня к власти будет помогать Сергею Кивалову в попытках сохранить нажитое за годы правление разных президентов. Контролировать пристально, непременно делая при этом выводы. Чтобы в октябре на избирательных участках у каждого была возможность сделать осознанный выбор. Тихие и спокойные. Именно такими горожане привыкли видеть одесские дворики на Молдаванке. Но покой жителей одного из таких дворов был нарушен. В доме по адресу Степовая, 30 началось строительство супермаркета. Строительный мусор, шум от проводимых работ, пыль. С этим местные жители долго мирились, ничего против нового магазина не имея. До тех пор, пока не узнали, что в их дворе появится еще и подстанция. Когда-то на этом месте был старый кинотеатр «Серп и молот». Недавно его выкупил новый владелец, чтобы построить здесь супермаркет. Местные жители не возражались, забеспокоились только тогда, когда узнали, что в их дворе появится электроподстанция. Планируется, что в этом углу появится огромная электростанция. Рядом кондиционеры и система охлаждения. А это всего в нескольких шагах от жилых домов. Люди, которые живут в этих квартирах, будут получать облучение. И кроме всего прочего, там будет шум от кондиционеров, которые они тоже собираются, вроде бы здесь устанавливают. Из-за стройки во дворе стало грязно и неуютно, сетуют местные жители. Кроме того, опасения вызывают и безопасность детей, рассказывают одесситы. Как можно во дворе, где много маленьких детей, вообще поставить эту подстанцию на столько киловатт? Никакой безопасности для жителей двора вообще не существует. Они разбили двор, это вот куча грязи, это вот в этом играются наши дети. Пытались сначала на словах, продолжают свой невеселый рассказ одесситы, а потом в письменной форме выразить свои претензии владельцу объекта. В ходе активной, все развивающейся, реализовывающейся реконструкции, работ по реконструкции, взаимоотношения стали холодеть и накаляться. Мы перешли уже к документированию все тех же пресловутых требований. Бумаги к нам вернулись, но они уже были согласованы не в полной мере. Уже некоторые пункты, которые ранее на словах были, подтверждали, что все будет хорошо, они уже были вычеркнуты из этих бумаг. В последнее время ситуация настолько накалилась, что люди стали получать даже косвенные угрозы, заявляют жители дома. Хозяин обжора так и сказал, что случайно что-то может упасть на машину. По словам одного из жителей, с крыши здания кто-то специально скинул кусок большого шифера. Все это для того, чтобы запугать людей уверенной одесситы. На место ЧП вызвали сотрудников милиции, которые запротоколировали случившееся. Вместе с правоохранителями со второй стороной конфликта пыталась пообщаться и наша съемочная группа. После продолжительного ожидания с территории стройки вышел мужчина, но комментировать ситуацию отказался, как и представится. Одесситы требуют, чтобы подстанция и система вентилирования были установлены вне территории их двора, как это и предписано санитарными нормами. С письменными заявлениями горожане обратились в городские структуры и облэнерго и надеются на мирное разрешение возникшего конфликта. Мы продолжаем следить за ситуацией. За шесть месяцев работы в парламенте народный депутат Украины Антон Кисе инициировал четыре законопроекта и подал девять депутатских запросов. Помимо участия в заседаниях Верховной Рады и парламентских комиссий, политику удалось провести все запланированные встречи и приемы граждан в округе. В ходе каждого визита в Бессарабию Антон Кисе проводит приемы граждан, встречается с людьми на улицах. Заниматься приходится всем, от решения частных вопросов до сложных коллективных обращений. Политик признается, помогает взаимопонимание как с депутатским корпусом на местах, так и с жителями округа. Было принято 410 человек в абсолютном большинстве тех заявлений, которые были поданы, нашли свое решение. Еще одна важная для Бессарабии проблема возобновления программы развития украинского Придунавия. Ведь создание транспортных коридоров, переправ и газификация сел, по мнению политика, поможет возродить Бессарабию. Антон Кисе продолжает заниматься развитием инфраструктурных проектов в городах и поселках Юга области. Так ему удалось восстановить железнодорожное сообщение между Арцизом и поселком Березино. Сегодня есть возможность продолжить ветку за счет денег, скажем так, привлеченных, небюджетных денег на Бессарабку. Это тоже даст возможность решения грузопотока на Молдову, в том числе больших грузов, которые сегодня доставляются. В регионе продолжается установка детских площадок. Девять уже открыты, еще пять вскоре встретят детвору. Начато строительство храма в Арцизском, возводится церковь в Тарутинском районе. Полным ходом идет работа по восстановлению Спаса Преображенского собора в Болграде. Сегодня уже нарабатываем телемарафон, который в ближайшее время, я думаю, пройдет и начнется такая новая активизация по сбору денег для того, чтобы уже продолжить те ремонтно-восстановительные работы, которые запланированы согласно проектно-сметной документации. Как председатель Следственной парламентской комиссии по событиям 2 мая в Одессе и 9-го в Мариуполе, Антон Кесе провел 18 заседаний. Налицо первые результаты работы. Несколько десятков уголовных дел уже передаются в суд. Прямо на заседании комиссии под диктофон Одесситы прямо указывали на конкретные фамилии, которые считают организаторами событий 2-го числа. Особое внимание политик уделил вопросу о возможных досрочных парламентских выборах. Он убежден, выборы можно и нужно проводить, но только после стабилизации обстановки в стране. Я вообще сторонник того, чтобы выборы прошли. С тем, чтобы весь этот негатив, который заслужен и не заслужен, это второй вопрос, чтобы его снять. Но вопрос немножко в другом. Готовы ли мы сейчас в этой ситуации проводить выборы? И может ли Верховный Совет принимать те важные решения, которые, собственно говоря, нужны народу Украины? Если осенью выборы все же состоятся, участие в них Антон Кесе примет обязательно. Ведь заниматься решением проблем жителей Бессарабии, представлять их интересы на самом высоком уровне – главная цель, которую ставит перед собой политик. Курс гривны продолжает падать. На межбанковском рынке котировки гривна-доллар находятся на уровне 12 гривен. Евровалюта перевалила уже за 16 гривен. Также Нацбанк Украины ограничил выдачу гривны со счетов граждан. Теперь в отделениях банков в сутки на одного клиента с текущих и депозитных счетов через кассы и банкоматы можно получить до 150 тысяч гривен. Регулятор оставил без изменения ограничения для банков по выдаче наличной гривны через кассы и банкоматы в пределах 150 тысяч гривен в сутки на одного клиента. В то же время ранее действие этой нормы не распространялось на получение наличности по текущим и депозитным счетам. Согласно постановлению, теперь эти ограничения не распространяются только на выдачу наличности, на выплату зарплат, пенсии, стипендий и других социальных выплат, кроме материальной помощи, а также на выплаты гарантированных сумм возмещения вкладчикам за счет средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Практически каждый день на линию 101 поступает звонок с сообщением о минировании. Под прицел так называемых телефонных террористов попадают в основном крупные административные здания. Среди самых популярных объектов Одессы – Приморские и Киевские районные суды, обл. управления Миндоходов и сборов, железнодорожный вокзал, хозяйственные и апелляционные административные суды. Ответственные службы реагируют на каждый такой звонок, чаще всего понимая, что минирование ложное. Но все равно на объект тут же выезжают милиция, взрывотехники, СБУ, МЧС, скорая помощь. Всего с начала года поступило 40 таких сообщений. За время обследования объектов, где якобы находилась бомба, издание эвакуировали в совокупности тысячи людей. На сегодняшний момент 16 находятся в производстве. По пяти производствам уже объявлено о подозрении людям, которые подозревают о совершении данного правонарушения, и материалы направлены в суд. Подобные шутки, поскольку, к счастью, все сообщения о минировании в Одессе оказались сложными, не просто отвлекают специальные подразделения от выполнения основной работы, но еще и дорогостоящие. В среднем один вызов всех заинтересованных служб, которые необходимо привлекать для проверки подобного рода сообщений о ложных минированиях, в государство обходится около 30 тысяч гривен. Нарушителям общественного спокойствия по статье «Заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва» грозит срок лишения свободы от двух до шести лет. Одного такого горе-шутника совсем недавно приговорили к трем годам. Приговор вынесен в Киевском районном суде Одессы, в здании которого, по сообщению поступившего от телефонного хулигана, якобы находилось взрывное устройство. Сам миниров в кавычках, а его правоохранители установили и нашли за три часа, оказался обвиняемым по уголовному делу, которое в тот день рассматривалось в этом же Киевском суде. Что побуждает людей становиться телефонными террористами? Кто они и какие цели преследуют, решаясь на преступный шаг? Понимают ли, что им грозит в результате разоблачения? Психологи дают свою оценку данному подтипу преступников. Нельзя составить единый собирательный образ телефонного террориста, говорят психологи. Это хулиганы разных возрастов и социальных групп. Но главный мотив, который движет ими, почувствовать свою значимость и превосходство. Не умея добиться этого в жизни другим путем, неудачники звонят 101, рассказывая о мифической бомбе. Преступник, он понимает, что его боятся. Даже если его не видят, не знают, но он сосредоточил большое количество людей вокруг себя, понимаете, не видя ничего. Для него это прям как праздник. Издеваясь над людьми, ну внутренне, он, в общем-то, сам себя утверждает. Порой телефонными террористами могут стать душевно больные люди. Нестабильная ситуация в мире и в стране становится тем фактором, который побуждает таких неуравновешенных людей к действию. Приезд большого числа людей в форме несколько успокаивает возбужденную психику нездорового человека. Еще одна группа риска – подростки в переходном периоде. Их геройство порождает веру в безнаказанность. Хотя эту категорию телефонных хулиганов удается раскрыть довольно быстро. И если ребенок в силу возрастных ограничений не может нести уголовную ответственность, наказание ложится на плечи родителей. Отследить звонившего возможно практически в 100% случаев. Дело лишь в нескольких часах или нескольких днях. Но все телефонные хулиганы в конечном счете понесут заслуженное наказание. Уверяют специалисты. Вся информация о звонках фиксируется. То есть у оператора есть данные, кто звонил, кому звонил, время звонка, длительность, через какие промежуточные операторы данный вызов проходил. Всей этой информацией оператор владеет и эта информация хранится достаточно длительное время. Если вы звоните с одного мобильного телефона, то просто смена карточки вам не поможет. У оператора кроме идентификации сим-карты происходит также идентификация мобильного телефона. Поэтому если звонки осуществляются с одного и того же аппарата, это тоже отслеживается. Найти телефонного хулигана – дело времени. Иногда это часы. Бывает, для его обнаружения понадобится несколько дней. Дольше скрываться от правосудия возможно. Но для этого хулигану делятся специалисты необходимо владеть высокотехнологическим оборудованием или состоять в преступной связи с кем-то из телефонных операторов, что тоже чревато. Возможны различные варианты сокрытия номера, подмены номера, которые затруднят поиск звонившего. Но, опять же, для этого просто необходимо более тщательное расследование, более тщательное изучение. Также несложно вычислить и тех, кто осуществляет звонки, используя выход в интернет. В любом случае, подытоживают специалисты, подобные шутки вряд ли останутся безнаказанными и дорого обойдутся звонившему. Что подтверждают обвинительные приговоры, уже вынесенные в судах телефонным хулиганам. В связи с обильными ливневыми осадками и загрязнением морской воды, городская санитарная эпидемиологическая служба запретила купание на всех городских пляжах до особого распоряжения. В адрес руководителей направлены предписания проинформировать отдыхающих о временном издержании от купания в морской воде. После 24 июля, когда были такие сильнейшие ливневые осадки, море, естественно, было загрязнено, потому что все ливни, стоки, вся ливневка, все пошло в море. 24 числа были вынесены предписания руководителям всех коммунальных пляжей города о том, что купаться запрещено. И эта информация объявляется на пляжах по громкоговорящей сети, обязательно по радио. Купаться мы не рекомендуем категорически, несмотря на то, что температура воды достаточно высокая, потому что вода достаточно загрязнена ливнистоками. По словам специалистов, в первую очередь запрет касается маленьких детей, которые, как правило, плещутся у берега, где вода особенно грязная. Купание в загрязненной воде может привести к кишечным инфекционным заболеваниям. В то же время, по данным научных наблюдений, естественное самоочищение морской воды после ливней происходит в среднем в течение трех суток. В воскресенье специалисты облсессы отобрали пробы морской воды на всех городских пляжах. Результаты лабораторных исследований будут известны 30 июля. По данным медиков, за последнюю неделю заболеваемость острыми кишечными инфекциями в Одессе находится на сезонном уровне. Также за это время зарегистрированы семь случаев заболевания вирусными гепатитами. Показатели не превышают средний многолетний уровень. Одесская область будет с хлебом. Погодные условия сопутствуют сбору хорошего урожая. Уже на полях региона собрано 3 миллиона тонн зерна, что на 100 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Подходит к концу уборка урожая 2014. На данный момент осталось неубранными 11 тысяч гектаров зерновых. В основном это северная часть области. Но результатами региональные чиновники от АПТ довольны. Урожайность составляет 31,6 центнера зерна, это на 2 центнера больше, чем было в прошлом году. А если говорить среди наших районов, то два района, Саратский и Кодемский, перешагнули 40-центнерный рубеж. В Сарате урожайность составляет 40,4 центнера зерна, в Кодемском районе – 40 центнера. Четыре района в этом году, это тоже впервые у нас в области, собрали свыше 200 тысяч тонн зерновых. Урожай хороший, хотя, как признался Иван Панчишин, хлеборобам пришлось понервничать и зимой, и в марте, когда осадков не хватало, особенно в центральной части области. По сравнению с средними многолетними данными, выпало только 20% осадку. Ну и, соответственно, это сказалось и на урожайности в этих районах. Если в целом, я еще раз повторяюсь, область собрала свыше 31 центнера зерновых гектаров, то в этих шести районах собрано почти на 10 центнеров меньше. Но быть с хорошим урожаем, как показывает практика, не всегда означает быть с деньгами. Сейчас аграрии региона стоят перед проблемой падения цены на пшеницу, ячмень и определенные зерновые культуры. Когда мы начинали уборку, цена стартовала в одесских портах примерно 2300-2500 гривен за тонну. Это то, что давало возможность не только восстановить поднесенные затраты на урожай, а и получить определенную прибыль. Сейчас она понизилась и составляет порядка 2100-2150 гривен. И, соответственно, продавать зерно не стоит. Чтобы хоть как-то покрыть затраты на уборочную компанию и зарабатывать деньги на хорошем урожае, Иван Пончишин рекомендует одесским хлеборобам воздержаться от продажи зерна по бросовым ценам и подождать пиковых периодов на мировом зерновом рынке – октября, а также марта и апреля следующего года, когда на рынок выходят крупные покупатели из Африки и Азии. В Одессе правоохранители изъяли из незаконного оборота почти 10 килограммов ртути. С поличным задержан мужчина, пытавшийся продать часть опасного вещества. Теперь ему грозит длительный тюремный срок. Сотрудники УБОПа получили информацию о том, что некий мужчина планирует продать ртуть, которая является ядовитым веществом первого класса опасности. Вскоре личность правонарушителя была установлена, а им оказался 42-летний житель Одессы. Как выяснили сотрудники милиции, одессит действительно подыскивал покупателя на запрещенный товар. Его задержали с поличным во время сбыта 100 граммов ядовитого вещества. За такое количество ртути злоумышленник просил 10 тысяч гривен. Кроме этого, во время обыска в гараже милиционеры обнаружили и изъяли колбу, заполненную ртутью, весом около 10 килограммов, стеклянную банку с остатками жидкости, а также деньги. Открыто уголовное производство. За сбыты хранения опасного вещества подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы. За минувшие сутки на дорогах региона зарегистрированы 8 ДТП. Один человек погиб, 15 пострадали. Как отмечают в ГАИ, половина ДТП – это наезды на пешеходов. В Одессе на улице Боровского под колеса Хюндая попал мужчина, переходивший дорогу в неположенном месте. От полученных травм мужчина скончался в больнице. На Шишкино водитель иномарки сбил пешехода, который шел по краю проезжей части. С закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом живота и грудной клетки мужчину увезла скорая. А на автодороге Киев-Одесса водитель пассажирского микроавтобуса заснул за рулем. Машина врезалась в грузовой КАМАЗ. В результате столкновения пострадали 8 человек. Со стороны города Киев в направлении города Одессы в крайней правой полосе двигался автомобиль марки Мерседес Бен Спринтер с прицепом под управлением водителя 1972 года рождения, который не справился с управлением транспортного средства, совершил столкновение с автомобилем КАМАЗ, также с прицепом КАМАЗ под управлением водителя 1968 года рождения, который двигался впереди него по путам направлений. В результате ДТП водитель и семеро пассажиров микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести, в том числе ушибы и переломы. Все пострадавшие госпитализированы. Обстоятельства, причины и виновника аварии установят сотрудники ГАИ. 29 июля в переулке Матросова упала старая Акация. Пострадал автомобиль дачи. По счастливой случайности, в момент падения дерева в автомобиле никого не было. Старые деревья, таких в городе очень много. Регулярно поступает информация о падающих громадинах в разных частях города. В этот раз ЧП произошло на пересечении улиц Канатной и Матросского переулка. Дерево упало около 4 часов вечера во вторник. Рухнула старая Акация. При падении дерева повредила машину марки дачи. Сильно пострадало лобовое стекло автомобиля. По счастливой случайности, в момент падения зеленого великана никто не пострадал. Милиционеры-транспортники побывали в гостях в подшефном детском приюте «Светанок». Для детей-сирот был организован большой спортивный праздник с призами и подарками. Транспортные милиционеры – частые гости в этом учреждении, где воспитываются дети от 3 до 17 лет. На этот раз к юным друзьям приехали сотрудники криминальной милиции. Они провели спортивный праздник «День здоровья» и подготовили для участников соревнований призы и подарки. Перед началом спортивного праздника правоохранители традиционно напомнили воспитанникам правила поведения на объектах железной дороги и рассказали об опасности для детского организма вредных привычек. «Співробитники криминальной милиции у справок детей лінійного отдела на станции Одесса-Головна, УМВС Украины-Одельской залезниции в рамках проведения операции «Літа-2014» відвідали підшефний дитячий притулок для неповнолітних святанок та провели там День здоровья. Ми намагаємося, крім профилактических бесед дитячому притулку, організовувати знамениті розважальні заходи – поїздка зоопарк, театр, дельфінарі. Ми і надалі будемо проводити профилактичні беседи, розважальні заходи, щоб діти постійно відчували лікування дорослих та правоохоронців». Во время спортивних соревнований участники розделились на дві команди, каждая із которых отчаянно боролась за победу. В результаті победила дружба. Правоохоронители поздравили дітей з победою і подарили ребятам настольні ігры і футбольну спортивну форму. «Очень красиві конкурси були. Вони в конці нам подарили подарки. Вони все подобалось. Хотіло, щоб вони ще приїхали к нам». Сотрудники транспортной милиції постоянно іщуть нові формы общения з дітьми-сиротами, щоб вони почувствували внимание і заботу старших друзей. В завершение выпуска напомним, що показалось важним в цей день нашим корреспондентам. Сотрудники милиції задержали мужчину, який подозревається в убийстві трех чоловік. «Поступило сообщение о том, що по вулиці Шкодовой произошло убийство в частному домі. Сотрудниками милиції було проведено ряду следственно-оперативних мероприятий і вже вечером вышли на подозреваємого лиця. Як оказався, їм одесит 72-го до рождения. Указаний гражданин дал признательные показання. Також в ході следствия було установлено, що данний мужчина в феврале месяце в частному домі по адресу Переволок Балтський совершило двойное убийство мужчин і женщин. В настоящее время по данным фактам открыли уголовне производство по признакам части 2 ст. 115. В связи с обильными ливневыми осадками і загрізненням морской води, Городская санитарно-эпідеміологічна служба запретила купання на всіх городських пляжах до особого распоряження. По словам специалистів, в першу чергу запрет касається маленьких детей, які, як правило, плещутся у берега, де вода особливо грязна. Купання в загрізненій воді може привести к кишечним інфекційним заболіванням. В то же время, по данным научних наблюденьків, естественне самоочищення морской води после ливней происходит в среднем в течі трьох суток. В воскресенье специалисты Облсес отобрали пробу морской води на всіх городських пляжах. Результаты лабораторних исследований будуть известні 30 іюля. Одеська область буде з хлебом. Погодні условії сопутствують збору хорошого урожая. Уже на полях регіона собрано 3 млн тонн зерна, що на 100 тисяч тонн більше, ніж в прошлом году. Але бути з хорошим урожаєм, як показує практика, не всегда означає бути з деньгами. Сейчас аграрії регіона стоять перед проблемою падення ціни на пшеницу, ячмень і определенні зернові культуры. Коли ми починали вборку, ціна стартувала в одеських портах приблизно 2300-2500 гривень за тонну. Це те, що давало можливість не тільки восстановити підніслені затрати на урожай, а й отримувати определену прибыль. Зараз вона піднісилася і составляє порядка 2100-2150 гривень. І, відповідно, продавати зерно не стоїть. Практично кожен день на лінію 101 поступає звонок з сообщенням о мінированні. Под прицел так называемих телефонних террористів попадають в основному крупні административні здання. Среді найпопулярніших об'єктів Одеси Приморський і Київський районні суди, облуправління Миндоходів і Сборов, Железнодорожний вокзал, Хозяйственні і апелляційні административні суди. Відповідні служби реагують на кожний такий звонок. Чаще всего понимають, що мінировання ложне. Але все ровно на об'єкт тут же в'їжджають милиція, взрывотехніки, СБУ, МЧС, скорая помощь. Всего с начала года поступило 40 таких сообщений. За время обслідовання об'єктів, де якобы знаходилась бомба, здання евакуували в совокупності тысячи людей. Обо всіх цих і інших важних событиях дня ми расскажемо в наших следующих выпусках.